Калашникова за 118 можно? Можно, паспортно. Секунду. Нет, сабонета. Взял. Уговорить Алену Тугаринова продать спиртное несовершеннолетнему не так-то просто. Скорее, даже невозможно. На все уловки подростков продавец не ведется, требует документ. Евгений уже совершеннолетний молодой человек, но приобрести спиртное в этом магазине оказалось не так-то просто. Продавцы требуют документ. Я у него спросила паспорт, но паспорта не оказалось. Мне показалось, что ему нету 18 лет. А мы с законом дружим. А как же приобретают алкоголь подростки? Везде ли продавцы соблюдают закон и требуют документы? Сегодня ответы на эти вопросы специалисты управления торговли искали в традиционном рейде. Помощник подросток по просьбе проверяющих без труда приобрел спиртное в торговом центре на Насеткино. Девушка-продавец не спросила документа. Проверяющие составили протокол. Коллеги нарушительницы уверяют, что правила здесь знают. Просто ошибка произошла. Девушка работает на исправительном сроке, первый месяц. Каждый день они расписываются за задание закона. Журнал ведется, ее роспись там стоит. Ну не знаю, значит по неопытности. За такую ошибку продавцу придется заплатить до 50 тысяч рублей, говорят специалисты. Факт продажи состоялся. Мы материалы по данному факту собираем, направим в МВД России по городу Череповцу. И они направляют в мировой суд. И уже он принимает решение по каждому конкретному факту. В соседнем магазине алкоголь несовершеннолетним не продают. Продавец по всем правилам попросила подростка предъявить документы. Подростки очень часто приходят. Различными обманными путями. То есть там, ну если, например, ксерокопии паспорта, даже чужих паспортов. Нет никаких ксерокопий, то есть мы принимаем только конкретно паспорт. Сегодня проверяющие заглянули в шесть магазинов. В четырех из них продавцы отказались продавать спиртное подростку. В двух выявлены нарушения. Причем в одном из них девушка даже проверила паспорт. Однако продала молодому человеку крепкий алкоголь. То ли документ формально посмотрела, то ли с арифметикой у продавца проблемы.